Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей, прям горячие новости. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях. Ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши хорошие, добрые, веселые, смешные, интересные комментарии. Ребят, огромное спасибо за вашу поддержку, ну и за то, что многие обрадовались, что я вернулась, да, друзья мои. Ну что, собственно, я прям вся на эмоциях, друзья мои, спешу вам рассказать, что же там у Лёльки случилось, приключилось. Вот буквально час тому назад наша поберуха выложила такие очередной киношедевр под названием «Нашла мужа на сайте знакомств. Красотка на выданье». Вы знаете, на превью у Лёльки прям глаза в кучу, но она типа, знаете, решила поприкалываться, да, глаза вот так вот сделала в кучу. Лёль, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что с твоими глазами, один на север, другой на Кавказ, тебе можно глаза в кучу специально не делать. Они у тебя и так, как говорится, в разные стороны. То в кучу, то в разные стороны. Ну что, у кого что болит, как говорится, тот о том и говорит. Вот понимаете, казалось бы, такое количество маленьких детей, я даже про маленьких детей говорю, за которыми нужен глаз да глаз, которым нужно столько внимания, но мамке пофиг, веники, мамка, как всегда, про мужские ширинки, друзья мои, да, ширинки ровные, помните все прекрасно. Мамка, все про мужские штаны, мамка, все у нас специализируется по мужским штанам. Нашла мужа на сайте знакомств. Лёлька, ты кого только уже на этих сайтах знакомств не находила, а результат в итоге один и тот же, да, как говорится. В общем, да, ничего хорошего. Не бревно, так говно. К Лёлькиному берегу всегда, не одно, так другое. Ну, чё, опять, опять вся расфуфыренная, ну, в её понимании она сидит действительно расфуфыренная, да, сидит прям в своей вот этой неизменной куртке, да, в этой красной косухе, вырви глаз, друзья мои. Я вот прям себе так и представляю. Я не просто так смеялась вчера и говорила, что я думаю, что даже когда будет мороз, минус 15-20, Лёлька тоже будет сидеть вся замёрзшая, с соплей, да, которая уже, знаете, в сосульку превратится под носом и в этой неизменной красной косухе. Это будет, конечно, нечто. Губы накрасила, довольная собой, демонстрирует нам свой, значит, маникюр, да, свои ресницы туда-сюда. Я, говорит, рада приветствовать вас в своём автомобиле. Лёль, мы-то помним, как бы, что машина была для детей, да, для детей, вот такая вместительная машинка была нужна, пофиг на тех самых детей, свалить бы от них куда подальше, да, это единственная Лёлькина мечта, друзья мои. Поэтому в этом автомобиле Лёлька возит исключительно только свою тушу и свою задницу. Ну нет, правда, иногда везёт ещё Лёлькиным Альфонсом. Ну почему Альфонсом? Потому что нормальные с Лёлькой не хотят никаких дел иметь, и у них, собственно, есть свои машины, да, а Лёлька подбирает всех, кто плохо, как говорится, где-то лежит. Ну и далее, далее она начинает с нами буквально говорить о самом сокровенном. Не, если вы подумали о том, что самое сокровенное у мамочки 11 детей, это её дети, да, и она будет трещать часами про своих детей, про то, что любит Саша, Маша, Глаша, Петя, Вася, а вот это не любит, а вот ходит туда, вот на такие-то секции, а вот этот заговорил во столько-то, а этот пошёл во столько-то, то нет, конечно же, это другая песня, да, это другая история, эта тётенька любит только себя любимого, ну и, собственно, отношения с мужчинами никто, конечно же, не отменял. Она говорит, ой, я так хочу с вами порассуждать о жизни, да, вот просто пообщаться. Ребят, в этот момент мне захотелось засмеяться и сказать, блин, Лёлька, свали ты уже в туман, вот действительно, скройся с глаз, да, и просто иди поспи, потому что ты вот эта вечная, я не выспалась, я не спала, я не ела, я не пила туда-сюда, но поговорить дело святое. Она говорит, еду к Лёшке в Тамбов, да, но хочу ответить на ваши вопросы, на самые-самые такие часто задаваемые вопросы, да, которые волнуют, ну, всех моих зрителей, да, представляете, эти вопросы касаются личной жизни Поберухи. Ну, на самом деле, здесь я скажу, что Лёлька, конечно же, лукавит и врёт, друзья мои, да, и опять пытается ввести в заблуждение своего зрителя, потому что эта Лёлька подогревает интерес всегда к своей личной жизни. Это она начинает показывать вот эти вот, знаете, моменты, как где-то там с Шуриком они там обнимаются, милуются, да, Гриша там лежит на её кровати, на её диване, да, вернее, ну, в комнате, да, в проходной комнате, не суть важна. Дело в том, что, опять же, понятное дело, что это всё делается намеренно и специально ради контента. То есть она сама подогревает интерес к своей личной жизни, а потом сидит, типа, такая, знаете, ой, я ничего не знаю, моя хата с краю, ну, вы хотите же поговорить про мою личную жизнь, ну, так уж и быть, сейчас я вам расскажу. А то мы не знаем, да, когда ей задают вопросы, которые ей неприятны, на которые она отвечать не хочет. Помните, как она орёт, как потерпевшая на стриме? Вы вообще не лезьте в мою жизнь, это вас не касается. Как там Саша, да какая вам сраная разница, как там мой Саша, да, или не мой там Саша. Мы всё прекрасно знаем, а тут прям такая сама милота, сама такая няшка, такая, знаете, девочка-припевочка уселась и давай. Ну, что ж, хотите, я сейчас приоткрою вам завесу моей личной жизни. Ага, верю, конечно же, очень в это верю. Про мои, говорит, отношения, про мою личную жизнь. Короче, ребят, ну, действительно, у кого чего болит. Далее, далее рассказывает, вот, мол, видят там мою анкету на сайте знакомств. Да, да, говорит, скоро вот Варе будет 4 месяца. Надо, говорит, рожать очередного ребёнка. Ну, понятное дело, ехидство Лёлькина мне понятно. Ну, собственно, так оно и есть, и я думаю, что так оно и будет. И я уже миллион раз говорила, даже когда вот только-только она Варю родила, да, я сразу говорила, это не последний её ребёнок, как бы она там не кричала по этому поводу, да. Говорит, вы знаете, а что плохого в анкетах? Я, говорит, анкеты свои с сайтов знакомств не удаляю. Я там нашла, говорит, и своего второго мужа, и с Сашей мы на сайте знакомств познакомились. Ребят, на минуточку, хочу вам напомнить, что её второй муж, как она постоянно говорит, тиран и деспот. Вы вообще только вдумайтесь, да, если бы мужчина, да, не будучи тираном и деспотом, да, если бы он узнал, что его жена, с которой он уже, да, неважно, что они там где-то познакомились на сайте знакомств когда-то, да, вот они поженились, и узнал бы о том, что его жена, да, анкету, собственно, так и не убрала с сайта знакомств, он бы таких люлей бы вставил своей жене, ну, понятное дело, кому бы это было бы приятно, да. Я говорю, каждую ситуацию всегда пытаемся примерить к себе, да, к своей собственной, как говорится, да, к себе, к себе любимым. Ну, и нам бы с вами было бы неприятно, да, если бы мы, не дай бог, кто-то из нас бы узнал о том, что наш муж, там, наш муж, наш муж, я уже заговариваюсь, да, нашему, кто-то из наших там, да, кто-то из мужа, вот представьте, да, что муж просто там на сайте знакомств, у него там анкета, это, конечно, трындец. Понимаешь, что бораль и нравственность у каждого, да, там, по-своему, кто-то кому-то вообще никогда не объясняли, что такое хорошо и что такое плохо, да, но в любом случае она говорит, а я анкету вообще не убирала. На минуточку ты всегда орала, что Женя Б. был таким тираном и деспотом. Я смотрю, этот деспот и тиран, друзья мои, какая-то самая настоящая половая тряпка, об него можно было вытирать в ноги как угодно. Я не хочу, чтобы ты занималась блогерством, кричал ей всегда по ее же словам Женя Б., но она в это блогерство втянула не только себя, но и все свое семейство, включая детей, с какого-то там позволения Жени Б., кстати, да. Женя Б. был против животных, против скотины, против хозяйства, но, собственно, Лелька этим занималась, да. Представляете, тиран и деспот позволяет ей держать активной анкету на сайте знакомств, да, где-то она у нее там лежит, да, ну и что, ну и что тут такого? Вы знаете, вот я просто у мужа спросила, да, как бы ненароком просто спросила, я говорю, это нормально? Когда анкета, я знала прекрасную реакцию своего мужа, он говорит, все очень просто, значит, женщина, говорит, продолжает выбирать мужчину, значит, она не определилась, да. Ну как, скажите, объясните мне, пожалуйста, как можно находиться в отношениях, как можно вообще быть в браке, да, и ты там свою анкету откуда-то не удалил или не удалила, да. Это касается и мужчины, и женщины, и так далее. В общем, дебилизм. Я еще раз хочу сказать, понятное дело, что понятие, да, нравственности, морали у каждого по-разному, да, но у каждого свое, так скажем, да, у кого-то вообще нет никаких принципов, да, кого-то вообще ничему не научили. Блин, ну ты-то нам рассказываешь о том, как ты жила в пустыне, да, как ты веришь в Бога до сих пор, да, я там боюсь не покаяться там, в нужный момент не раскаяться и так далее. И ты нам рассказываешь про то, что ты жила, да, и была в браке, и при всем при этом у тебя анкеты там, знаешь, на сайте знакомств до сих пор лежат. Очень интересно. Вот мне прям очень, друзья мои, интересно. Очень интересно. Ну и рассказывает, да, что вот она, значит, и Жене Б, и Саше, она тоже познакомилась на сайте знакомств. Далее, нашему вниманию, Лёлька представляет картину, как она приезжает в Тамбо в квартиру, как она говорит, это съемное жилье, приезжает к Лёшке-картошке, ой, и дальше начинается, ребят, концерт по заявкам телезрителей. Самый настоящий концерт, самый настоящий спектакль, да. Я, конечно, в этот момент нисколько не поверила. Лёлька пыталась показать, что, мол, так и так, сыночку, сыночку сейчас некогда, он там учится, и у него там, значит, издает на права, и туда, и сюда, и весь бедный несчастный. И я вот приехала здесь, говорит, сделать ему уборку. Ну да, это та самая, за которую дома, да, которая дома палец о палец не ударит, за нее там 225 помощниц пашут с утра до вечера, да. Она прям собралась, верим, конечно же, ребят, верим, и приехала убираться. А там, ребят, прям как по заказу, грязная плита, грязная посуда, грязные сковородки, ворох белья брошенный, да, там все разбросано туда-сюда, все грязное, все непонятно какое. Вы знаете, это, ладно, это еще, как говорится, полбеды, когда я увидела лепестки роз, которые рассыпаны, знаете, вот так вот, да. Кстати, эти лепестки роз, Лешка Картошка как-то уже несколько месяцев тому нам показывал, как вот он там готовился к встрече со своей девушкой, Лешка говорит, Лелька говорит, да-да, он тут живет один, ну вот иногда к нему, понятное дело, приходит его девушка и так далее, что девушка тоже не в состоянии прибраться, да. Но, ребят, вы знаете, вот честно, не знаю, откуда там, с каких пор, да, с какого времени там лежали эти лепестки роз, в этом даже разбираться не собираюсь, то ли они те, которые еще лежали два месяца, хотя нет, они выглядели, ну, не такими старыми и пожухлыми, да, то ли это у них в порядке вещей, там осыпать друг друга, друг друга лепестками роз, да, всякий раз. Но вы знаете, вот что я подумала, глядя на все на это, вот глядя на все на эту картину, которую нам продемонстрировала Леля, типа, смотрите, я как хорошая мама, понимаю, что сынок не справляется, не успевает, я решила прийти ему тут помочь, вы знаете, да, и она тут же вытащила чистящее средство, я вот на все на это посмотрела, и вот честно, я, конечно же, не верю в Лелькин вот этот вот порыв, да, как мама, да, приехала, решила помочь своему сыну прибрать квартиру. Я также не верю, что она приехала туда ради чистящего средства, ради рекламы. Вы меня извините, на кой хрен ей тащиться, бог знает куда, в Тамбов, когда она может прорекламировать это чистящее средство у себя дома абсолютно без проблем. Вы знаете, что мне показалось? Вот я подумала, что, скорее всего, вот эта квартира, ну, скорее всего, Лелька там отдыхала с кем-то из своих любовников-полюбовников. Ну, ни для кого не секрет, что все ее любовники это альфонсы, да, потому что нормальный мужчина к ней на нее никогда не клюнет, а, собственно, то, что никому не надо, Лелька подбирает, да, и, понятно, они гол как сокол, у них ни черта, да, вообще ничего нет за душой абсолютно, и жилья, конечно же, тоже нет. Вы знаете, мне показалось, что, возможно, эта квартира используется как квартира, да, временами, да, я не спорю, может быть, там Лешка картошкой проживает, да, но временами Лелька ее использует как квартиру для любовных, у тех, для встречи со своими любовниками, а, собственно, почему бы и нет, да, а кто скажет, что это не так, опять же, это мои предположения, и это имеет место быть, согласитесь, почему бы и нет, потому что мы прекрасно понимаем, что у всех ее любовников, у всех ее альфонсов, ну, нет денег на то, чтобы снимать, да, гостиницы, номера в отеле, в гостинице и так далее, нет денег даже снять квартиру посуточно, да, либо, друзья мои, может быть, в свободное время, Лелька вообще эту квартиру сдает как-то посуточно, понятия не имею, да, даже те, кто арендует квартиру, они даже сдают там, да, их посуточно, всякое такое бывает, я не знаю, чья это квартира, Лешкина ли это квартира, или это вообще квартира, которую они снимают, может быть, это и поберухина квартира, да, ведь ни для кого не секрет, что в свое время, когда она зарабатывала на Ютубе, она зарабатывала огромные деньги, и, понятное дело, какие-то из этих денег, конечно же, ну, в любом случае, они просто так у нее никуда сквозь пальцы не ушли, она, скорее всего, вложила их в жилье, потому что ей и тогда, даже когда она зарабатывала на Ютубе большие деньги, ей тогда донатили огромными суммами, вот просто огромными суммами, короче, Лелька тут была какая-то вся очень странная, конечно же, поверить в то, что это был какой-то порыв, я приехала помочь своему сыночку, и так далее, но это бредятина полнейшая, ну, а вообще, а вы знаете, вот этим моментом, где она сняла грязь, там все, там сковородки грязные, посуда грязная, плита грязная, все валяется и так далее, Лель, ты знаешь, что ты своих деток показала прямо во всей красе, то кормящая медалистка демонстрирует, какая она свинья, да, вот самая настоящая, то есть они ничему не научились, живя у матери, в доме, да, они ничему не научились, то у Лешки картошки, вот посмотрите, пожалуйста, вот такой вот бедла, да, вот мне просто интересно, как можно в таком состоянии оставить квартиру и побежать по своим делам, не, я могу поверить в то, что ладно, там не помыл две тарелки, да, не помыл там сковородку, всякое бывает, да, там ладно, там белье, но вот это вот элементарно даже не замести лепестки вот эти роз, я не знаю, ребят, может быть там Лельку кто-то осыпал этими лепестками, да, Лелька и цветы купила, и все, значит, банкет там устроила и так далее, ну и собственно потом пришла убирать следы, так скажем, своего же в кавычках преступления, в общем ладно, далее, далее Лелька рассказывает о том, что я, вы знаете, на сайте знакомств пользовалась популярностью, не, я не спорю, если у таких мужчин, которые попадаются в ее поле зрения, да, у таких как Риша, у таких как Шурик, да, у таких, которые возле нее, да, все может быть, они сами, эти мужчины, популярностью не пользуются, ну и собственно, и Лелька, вот только, только на таких ей, как говорится, и везет, далее, далее, она говорит, да, я приходила на сайт знакомств пообщаться с умными людьми, ребят, в этот момент мне стало вообще смешно, потому что я сразу же вспомнила Шурика, ну прям умный такой, ну вот вы знаете, даже не знаешь, о чем с этим человеком поговорить, этот человек вообще неразговорчивый, Лелька миллион раз об этом рассказывала, и Лелька сама, конечно, семипяди во лбу, да, и Шурик, ну такой умный, ну вот сразу видно, что Лелька отбирала исключительно, да, по состоянию IQ Шурика, да, представляете, далее начинает рассказывать, а что тут такого, а я человек известный, а я человек популярный, а что, говорит, у меня было всего, говорит, два брака за плечами, а я, говорит, вообще ничего не видела, а что, говорит, я должна крест ставить на своей жизни, Лель, про крест никто не говорится, говорит, ну когда ты сказала, а у меня всего было, да, мне там 37, ну, 16 числа будет, значит, 38, да, а у меня всего два брака только пока за плечами, а сколько должно быть браков, 222, нет, все понимаю, да, но говорит, что у меня пока только к 37 годам два брака за плечами, согласитесь, это как-то очень интересно, далее, Лелька признала, что никакой крест на своей личной жизни она ставить не будет, и говорит, да, да, я, говорит, конечно, виновата, виновата в том, что я слишком доверяю людям, очень быстро иду на сближение, ну, понятное дело, зачесалась в одном месте, и, как говорится, понеслась манда по кучкам, ну, и что, и что, говорит, и что тут такого, ничего страшного, в этом вообще нет, да, и так далее, я, говорит, не скрываю никогда, когда прихожу на сайт знакомств, я не скрываю, сколько у меня детей, да, Лель, действительно, сколько детей, я не знаю, ты там скрываешь, не скрываешь, я не ползаю по сайтам знакомств, у меня их нет, но в любом случае, я верю, что Лелька пишет, что у нее нет никаких абсолютно проблем, и финансовых в том числе, как только мужик клюет на эту удочку, скажет, нифига себе, баба, да еще и с деньгами, да еще и там и дом, и машина, и туда, и сюда, и финансовых проблем нет, да, не успевает мужик прийти и думает, так, сейчас-ка я тут посижу, да, пожру на халяву, попью на халяву, погуляю на халяву, как поберуха начинает, снова здорово, вот, мне нужны деньги, и так далее, и тому подобное, то есть она хочет от Альфонса получить деньги, она выбирает себе, да, берет себе Альфонса и надеется на то, что этот Альфонс будет, станет, значит, состоятельным человеком, будет содержать ее и ее семейство, ну, согласитесь, очень глупое занятие, ну, и в конце Лелька призналась, что возможно, она еще верит в то, что, друзья мои, она встретит свою судьбу и непременно выйдет замуж, вот такие дела, всех целую, всем пока-пока, альфонс и альфонс Продолжение следует...